Чем вам помочь? Чем вам помочь? Вы что умеете? Всё. Присядьте. Присяду, ведь я это могу. Сделайте что-нибудь. Делаю. Делал. Уже готово. Что вы сделали? Помог вам? Пьяный, что ли? Я бы ещё выпил. Настоящий бизнесмен? Не может быть. Он квадратный. Так вы его узнаете. По квадратности. Не может быть. Отвезите его на сыр Индастрис. Вы ведь не знаете, где это. Поэтому вас и выбрали. Потому что все остальные знают. О, смотрите, что я нашёл. Сперва разберусь с этим. Окей. Действует. Неплохо бы сейчас. Лучше бы раньше, но... Раньше уже закончилось. Порнуху любишь? Ну, эээ... На-ка, зацени. Да... У меня и глаз-то нет. О. Креново. Слышь, может, поощупаешься тут? И принесёшь мне пивка? Резче. Ну вы же за рулём. Белл. А теперь тут с тобой сижу. Приехали? Давай. Приступил. Хотя это и удобная кровать. Целуй. По-моему, это не сыр Индастрис. Целуй. Тискай давай. Голова моя. Чего это ты празднуешь? Свою выдающуюся гомосексуальность? Ай, да ладно тебе, детка. Мужская сила, активируйся. Ну не будь ты такой. Вы, ребята, ничего не слышали? Ограбление банка. Насчёт. Огнанный самолёт снаружи. Ваш? С мешками денег на заднем сиденье. Чувак. А в нём дырки от пуль есть? Ээээ... Нет. Тогда это не мой. 300 долларов. Вот что я тебе скажу. Превосходно. О боже! Он умер? Нет. Я просто пьяный. Осторожно! О боже! Народ, всё путём, я просто пьяный. Это что? Что это, метеор? Прикольный метеор. А каково это быть акулой? Ой. Мило. Вы отвезли его на порно-студию, где он снялся в своём первом порно-фильме. Потом вы его взорвали. Неправда. Не было такого. Я такого не делал. А что же вы делали? Я делал именно то, что хотел. И что же это? Напомните. Всё. В-С-Е-Ё. Ули непробиваемый. Хм. Тогда, наверное, возьмусь за работу. Глаз живёт. В Глазго. На улице Глазной. Ну. И как оно? Быть глазом. Это типа... Ого-го. Что за работа? Золотой Джо. Золотой? Да не может быть. Может. Догонит и наложит. Кто это? Волшебный человечек. Делает дела. По-всякому. Деньги вперёд. За глаз. Вперёд, взад, вбок и над головой. Оплата 50 лимонов вперёд. И ещё 50 по окончании. Это получается 60 лимонов. Получается не так, но пусть будет так. Садитесь. Нет. Постойте. Нет. Вы встретились? С Глазом. Нет. А он с вами? Повидался? Понял шутку? Угу. Если пьёшь, значит пьёшь. А вот если пьёшь, тогда напиваешься. Нет. Я начал переживать за вас. Сильно волноваться. И нет, не поэтому. И да, и поэтому тоже. И так, и так. Ты меня понимаешь? Не-а. Я понимаю, что ни хрена тебя не понимаю. Поцелуй меня туда, сам не знаю я куда. Чё, мы, хоть это джо, потому что джо, это тебе не чмо. Ну так, чё? Снаружи ждёт специалист по спецэффектам. Работает в кино. Он работал над чёрным чудовищем. Он лучший. Ты смотрел? Не-а. Там нет ни одного чудовища, а тебе кажется, что есть. Вот так он крут. Что ты знаешь о танках? Они охренеть какие здоровые. Ещё на них удобно белку с тюрьмы вытаскивать. Слышь? Ты бомбу свою забыл. Оставь себе. Я для тебя сделал, друг. О, ну как мило. Ты достал мои деньги-шменьги. Не пойму, о чём ты? Деньги-шменьги достал? Да. Где они? Я их просал. Просал всё до последнего. На что? На танк. На какой танк? На первый попавшийся. Что это твой друг так засал? Его зовут Засыха. Он таким родился. И обожает танки. Ты закончил? Уже очень поздно. Я законченнее, чем ты можешь представить. О, голова моя. Мой мозг. Моё... Моё пиво. А ты кто? Меня звать Петух. П-Е-Т-У-Х-Через-Е. Иногда всеми большими буквами. Зависит от того, орёшь ты на меня или нет. Ну так ты... Орёшь? Не ору. Но это только пока. А потом изобрели аспирин. Популярное лекарство от того, от чего помогает аспирин. Приводит к... Бешенству. Ты там как? Занят. Сильнее некуда. Чем это? Я... На телефоне сижу. Откровенно. Перезвоню, когда не будешь на телефоне сидеть. Ты убиваешь деревья. Заткнись. Деревья вырабатывают кислород. Шёл бы ты. Я им дышу, ты им дышишь. Я заткнулся, ты заткнулся. Ты знаешь... Я акула. И спасибо вам за это. Мы станем рок-звёздами. Но сперва... Кража со взломом. Что это была за песня? Она называется «Пшёл на хэ». Это я тебе... Намекнул. У тебя есть звукозаписывающая компания? Для... Звукозаписи? Дорогой папа, я потратил больше десяти лет и девяносто четырёх тысяч долларов на сборку костюма москита. И теперь я счастлив заявить, что стал москитом. Ты заканчиваешь все предложения глаголом. Лучше прекращай заканчивать все предложения глаголом. А то что? А то я представлю всё так, как будто ты меня убил. Что за... А с тобой что такое? Шла мышка по шоссе и сосала сушку. Что? О, шла мышка по шоссе и сосала сушку. Шла мышка по шоссе... Прекрати. Окей, дело вот в чём. Один из вас, псевый, или, может, никто из вас не точно знает, что тут происходит. Фиг ты поведёшь. Я хороший водитель. Блин, да я мать свою весь прошлый год доводил. Вечеринка это не такая уж и классная. Я бывала на вечеринках и получше, которые были намного классней. Если ты думаешь, что мне на такой вечеринке весело, это не так. Тут нет рулетиков из бекона. Рулетики из бекона мои самые любимые. Рулетики из бекона мне нужны так же, как тебе пластическая операция. Глазу весело на твоей вечеринке. Да, спасибо. Радуйся где-нибудь вон там. От меня подальше. В Канаде. Или ещё подальше. Я видел твоё слайд-шоу. Я знаю. Я тебе его показывал. Я там был. Можно мне это? Я хочу это. Отдай-то мне. Ты меня слышал? Мне очень нужно. Али-Варп-тсе-Али-Варп. Извини, что? Али-Варп-тсе-Али-Варп. Мать твоя такая. Эффект круга. Эффективен. Извиняюсь. Акула. Считаю, он должен подтвердить свою извиняемость. Надень немедленно. Утром надену. Утром было слишком поздно. Одевай сейчас. Кто ты? Что ты делаешь на вечеринке? Кто тебя пригласил? Кто ты, по-твоему, такой? Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты здесь делаешь. Ты знаешь, что я знаю. Ты странно выглядишь. Я выгляжу не странно. А ты выглядишь странно. Чего желает ваша квадратность? У тебя, похоже, этого и нет. Это... Рушанский водк. Это древний напиток правителей древности. Нога болит. А мы сейчас... Это... Мы сейчас тебе новую купим. Это вроде как магазин ног. Что это за песня? Ты ее скачал? Откуда она у тебя? Ты взял эту песню? Ты ее купил? Можешь меня нарезать? Ты мне нарежешь эту песню? Ты мне песню нарежешь? Куда мы едем? Я спросил, а что это за песня? Что это за песня? Кто ее поет? Мы уже приехали? Мы приехали? Приехали! Это бесплатно. Как-то так получилось, что это бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне там мужик сказал. А ты что, автослесарь? Я вот нет. Но все равно заткнись. Я играть-то на гармошке не умею. Но купить очень хочу. Машину завел? А ты гармошку завел? Есть такая штука. Называется... Сцепление. Оно вон там, внизу. Да, я... Я в курсе, что оно там есть. Я на него жму плавником. Но я легко могу и харей твоей на него нажать. Да, чувствую, должно случиться что-то нехорошее с тобой и со всеми остальными. Но в основном с тобой. Достань огня, чтобы мясо пожарить. А потом достань мясо, чтобы на огне пожарить. Здесь есть кто-нибудь? Я че тут работаю? Извините, это я. Можно вот шляпу купить? Нет. Какой же я м***ак? Нет, серьезно, можно? Можно ботинки померить? А то башка мерзнет. Ты че, бухой? А ты нет? Может мне прям водить бухим? Выглядит круто. Со стороны. Петуха не видел? Видел. Но с тех пор, как последний раз видел, не видел. Роботы. Что бы ты? Ты зачем лезешь по шкафу? Я что, шкафолаз, по-твоему? Иногда, мышь, тебе кажется, ты знаешь человека. А потом раз, и уже не знаешь. У себя в подвале мышь играет на крутых гитарах через мощные усилки. Но волк спас его жизнь. И жестоко покусал его. Смотрите, у меня получается. Кошмар. Папа, не надо, не надо. Зубная фея придет, принесет мне денежку. Куда положить зубик? Сюда? Значит, дети рождаются не из попы? Блин, блин. Безобразие. Бардак. Шериф, наши вам. Это я, Эрли. Детские гамаки. Должно же быть какое-то средство. Есть какое-то средство. Колючая проволока, пара острых крючев и готово. Новая жертва. Родителей под суд. Забирай все, только не стреляй. Спасибо, Бойт. Увидимся в церкви. Пока, Эрли. Должно же быть какое-то средство. Есть такое средство. Поместите малыша рядом с этой чудесной электрической обезьянкой. Ладно. Лил, я, конечно, извиняюсь, но в этой стране гнать самогон запрещено. Ты как, в курсе? Да это не самогон, это винт. Когда я была маленькой, мы не покупали кетчуп в магазинах. Мы сами его делали во дворе из хвостов опоссумов. Только назывался он по-другому. Кровь. Видит Бог, это чистая правда. Когда Иисус был президентом, он все время ел младенцев. Или это был сатана? Ну кто-то из них точно ел младенцев. Все, я пошел. Мороженое ему подавай. На палочке. Умник. Да, сэр. А сосновую палку в жопу не хочешь? Будешь пацан на палочке. Блин. На работу опоздал. На двое суток и шесть часов. Вот увидел ваше объявление. Прочитал его. Брат Эрли, я же тебя только вчера уволил. Не помнишь? Отлично. Значит, есть вакансия? Иностранцы все бездельники. А я чё думаю, то и говорю, а если не нравятся твои проблемы. Откровенно, расист. Впечатляет. Молодец. Кукурузная лепешка с начинкой. Новый вкус. Продукт может содержать измельченные остатки человека в костюме осьминога. Не более 10% объема. За этот вкус умереть не жалко. Это актер, возможно, выражающий чувство мертвого мексиканца в костюме осьминога, которого, возможно, съест ваш ребенок. Приятного аппетита. Ничто так не сближает сына и отца, как правда про обезглавленную шлюху в комнате отдыха. Так, теперь история. Что сейчас случилось? Я не знаю. Я тоже не знаю. Провалы памяти. Это, блин, всё пьянки, чёртва. Сегодня старый добрый вторник ненависти к белым. Дай нам силу очистить землю от беложопых, глаза б на них не глядели. Рыжей, пописай на кролика. Если он умрёт, твой папа — это я. Эрль, есть более научный метод. Всё равно давай. Одну минуту. Поздравляю. Кое-кто здесь беременный. Доктор, мы вообще-то хотели узнать, кто из нас отец. Отец кролика? Он же умер. У вас тут можно, ну, типа... Козу трахнуть? Сдохла коза. Хотя всё равно можно. Да базаримся. Он бы трахнул, но вообще мы не в этой теме. Кому соснову самогончика? Никому. А жареный... Апоссума на закусь. Я даже не уверен, что у меня яйца есть. Да-да, яйца. Я их никогда не видел. И ты напяливала на меня шифоновое платье в цветочек. И знаешь что? Кажется, я вообще беременный. Опять. Спасибо, мама. Да, какое облегчение. Какая беременность? Ты мальчик. Мигель. Это тормозуха. Нет, рулевая жидкость. Я же сказал, лосьон для волос, идиот. Ты что, слепой? Слепой. Пил продукт. Простите, он такой классный. Что вы чувствуете? Ну, иногда я чувствую себя психом. А иногда нет. Видите ли, я... Я не психотерапевт. Я психопат. Насильник. Все совершают эту ошибку. Слова похожи, но я стараюсь не смешивать семейную и профессиональную жизнь. Стоит уйти в запой на три дня, и сынок уже готов сменить пол? А вот хрен тебе! Кто знает, может, это и Кринг станет президентом? Или изобретет лекарство от гомосексуализма? Погоди-ка, погоди-ка. Ты говоришь, что мой внук станет президентом пидоров? У него твой кошелек, твои движения, жена твоя и даже твоя ДНК. Представляешь? И членский билет профсоюза киноактеров там написано. Патрик Суэйзи. И у него с собой этот плакат. И он может встать в такую позу, как на плакате. Покажи им. И у него эти фотки с подписью «Патрик Суэйзи, киноактер». Суэйзи. Патрик. Да, шеф, это я. 14 долларов 72 цента. У моего героя нет кошелька. Он ненавидит кошельки. Кошелёк убил его жену. Теперь у меня есть цель в жизни. Прощай, барматуха! Оружие нахрен оно нужно! Анонизм... Ну, назовём его расслаблением. Я против цифр больше и меньше девяти. Они... Они бесчестные! Это нитрогены! Их принесли сюда космические евреи! Добро пожаловать в рай. Божественный уголок природы в горах Северной Джорджии. Был, пока не появились чёртовы индейцы. Потом поселенцы. Потом одна чёрная семья, которая вытеснила всех на окраине. К счастью, геи и охотники всё перестроили. Но их быстро выгнал огромный глагоктар. Не наркошили? Ваша свинья. Как узнать? Вот вам предупреждающие знаки. Потеря веса. Эйфории вплоть до паранойи. Кража ваших вещей. Неожиданное, бессмысленное хрюканье. Пока не поздно, предупредите своих свиней об опасности метамфетамина. Все лезем в огонь, другого выхода нет. Папа, лезем в огонь! Папа, давай! Подождите. Что? Стой, стой! Это глупо, вылезайте из огня. Вылезай, вылезай, давай вылезай! Все из огня. Надо переодеться. Детей они не тронут. Не любят детей быстро. Не переодеваться. Делаю поделку, свисток. Не свистит. Эрли. Шериф, ты как? Я лучше всех. Ну, тебя же к стулу примотали. Это кресло-катапульта. Попал в обе катастрофы, но все обошлось. Ну, до встречи. Бери кошелек. Порядок? Нет, 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 стой. Он заразный. Да? Чем? Катастрофой. Я встретить хотел половинку родную. Сгораю в огне я любви половой. А ты вдруг уплыла к далекому бую. И трехнулся я своей лысой башкой. Позвольте опровергнуть. Разрешаю. Перемотайте пленочку назад. Да, еще на заднее. Заднее, заднее, еще заднее. Ну, я вытираю ему кровь. Видите, помогаю встать с земли и убираю ногу от яиц. Да, папа, да. Вот и доказательство. Дело закрыто, все хорошо. Он сделал геребья. И медведи. Слишком много медведей. С медведями он промахнулся. И вот он сократил медведей. А те, что остались, одели в джинсу, вываренную в хлорке, с хрустальными камнями. Я сказал, падите на колени, сукины дети. Какого черта? Это ловушка. Цепитесь в них, ангелы пленных, не брать. Зачем вы это сделали на Рождество? Какой вы принесли подарок? Я сообщу семьям. Скучно, 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 скучно. Да, а всё из-за той ебаной истории. Выбирай, ебаный, выражение, твою мать! Как бы это сказать? Идите на хуй, сэр. Но секретный ингредиент — это любовь, твою мать! Монстр поймал ещё одного. Кто? Хватит переспрашивать, когда мы говорим «монстр». Кто? О, молодец, Паркс. Теперь ты сломал монитор и умер. Доволен? Спасибо, пощинил. Смотри, смотри. Болезнь малыша не заразна. Но он умирает. Надо любой ценой его порадовать. Понимаете? Порадовать. Пойду насыплю ему опилок на пол. Пусть спит и сырёт прямо на них. Я устрою кукольный театр. Что вы делаете? Ты смотрела больного ребёнка! Ты заразился чумой! Так, раздевайся, я осмотрю твои язвы! Я нанял лучшего специалиста по фэн-шуй, чтобы он здесь, на месте, восстановил равновесие моего инь и янь. Потому что я охеренно люблю гармонию! Надо увеличить ему дозу селитры. А, понял. Сортирный юмор. Отлично. А шутки про пердёж знаете? Конечно. В морду я тычу его, а он не обращает внимания. Я тычу и тычу и тычу. Ничего не происходит. Дай-ка ещё одну. Подождите немного. Пусть переварится. Я не могу целый день ждать, когда мне станет лучше. В башке как будто медведь Каала радугой насрал. Это ничто по сравнению с моими теле, как их там, силами. Дивитесь. Сэр, что вы делаете? Тихо! Я психогну. Давай. Ложка гнись, 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 ложка гнись. Я сейчас. Ложка гнись, ложка гнись, ложка гнись, да, так, вот. Давай. Капитан, по-моему, вы не ложку хотите согнуть, а скорее её волю. Я сейчас тебя в бараний рог согну. Да ни хрена ты не железный. Кто такой Мордук? Бог Солнца, что обитает во мне. Сзади или спереди? Блин! Мои последние пальцы! По закону Марса, врачи и прочие охрененные мудрецы запрещены. О, отличный удар, сэр Фобос. Главное, врезать посильнее. Пита! Спаркс, могу я женить? Да, как угодно. Отныне впредь вы муж и жена. Так Алис будет благословенней к вашим траханьям. Всё, женаты. Что? Что слышали? Ну-ка, взляг на неё быстро, док. А у меня сильно болит там, где был писюн. Пусти его погулять, пока не пройдёт. Да, зато вы усвоили цену урока, правда? Да, кажется, усвоил. Из-за боли, правда, не могу вспомнить, какое именно, но наверняка я что-то усвоил. Хэш хочет перчиков. Хэш может завалить хлебало. Рыцари Некрополя. Мой персонаж клирик Рагна. У меня есть дубинка по башке бить и... Да, так. Я пока только на четвёртом уровне, но... Когда выучу заглядание... Спаркс? Что? Перейду на пятый. Почему не получается? Да, миллион лет надо в Гарварде учиться, чтобы хоть что-то начать понимать. А каратэ там преподают? Не знаю. Ладно. Привет, я голограмма капитана Мерфи. Двойник! Нет, сэр, это не двойник. Он голограмма. А-а-а. А чё он кушает? Я бы его вкормил. Он не ест. Я хочу его кормить. Да. 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 Нет. Да. Да. Пиво. Тачки, развлечения, танцы. Плохи твои дела. Ты банкрот. Как я могу быть банкротом? У меня в банке шесть миллионов долларов. Да. А ты забыл, как ты купил человека за шесть миллионов долларов? Ну да. О-о-о. А он убежал. Никто его не поймает. Я хочу к маме. Сеньор-клоун тоже хочет к твоей маме, сынок. Заткнись. Над Мурлабом завис туман. И туман этот – мой пятилетний план. Но водоросли гниют на корню. Это что ещё за хрень? Наполеон. Министр Агитпропа. Наполеон? Так в скотном дворе? Царь. Я реабилитировал ещё одну группу врагов партии. Отлично. А что значит реабилитировал? Отхерачил их. Великий вождь. Лучший друг детей и животных. Красиво. А что из-за птиц? Орёл, комиссар. Сделай попугая. Хоть в лепёшку расшибись. Най-най, что вы делаете? Нельзя так подниматься быстро. Это что за мудак? Он был в лодке. Нормальный вроде мужик. А то я не знаю. Кто-нибудь говорит по-немецки? Да. Да не вы. Я научил их много-много. Он подготовил их к жизни мирской. Например? В основном обучил цирковым трюкам. О, как же повезло сироткам-инвалидам. А, отец, как вас там звать? Где детишки на колёсах? Мы называем их юные взрослые с затруднениями в передвижении. Какая разница, где они? Вон там. Нет. Я имею в виду симпатичные игры для телевидения. Это они. А ладно, что-нибудь придумаю. Скажи, как выйдем в эфир. Так, у меня тут в кадре какой-то дятел в платье. Том, жизнь была к тебе не очень-то добра. Ты чувствуешь... Печаль? Ты чувствуешь себя уродом? Тебя посещают мысли о самоубийстве. Нет, я в отличной форме. Я увижу папу, и мы будем веселиться. Не обманывайтесь. За этим весельем скрывается серьёзное эмоциональное расстройство. Окей, снято. Этот малолетний дебил чуть мне съёмку не запорол. Коэн! Джеки Коэн! Так и лучший двойник папой среди евреев. Браво! А что это у вас за акцент? Я таки из Бруклина, но вы не волнуйтесь, никто и не догадается. Слушайте сюда. Ой, так и вот сейчас я уже папа. Это человек прямо голосовой хамелеон. Ну, речь про мясу в папской часовне. А, так и чего ты переживаешь? Я специалист по мясам. Только напомню, что это такое. Что ж, у меня нет выбора. Но только ничего не говорите, окей? Ни слова. Так и уже ладно. Не скажу ни слова. Что, и шалом нельзя сказать? Особенно шалом. Не надо ждать окончания службы, чтобы купить важнейшие памятные сувениры, выпущенные в честь папской службы для неполноценных детей, устроенной Йоркширской компанией по производству биохимического оружия. Просто позвоните по сувенирной горячей линии 0500, парализованные детишки. Он так хорошо копирует папу. Интересно, откуда он знает, что делать? Дети запоют. Не смейся. Встань. Сядь. Молись. Проснись. Конец. Вставай и уходи. И думать не смей. Хоть я и слуга господа, но притронешься к микрофону, клянусь, я тебя убью. Спасибо, спасибо. Вы замечательные зрители. Пожалуйста, освободи нас. О, нет, 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 не надо. Мы сами выберемся. Правда, всё нормально. Ты кто такой? Ты оделся под меня. Ээээ, так и... Ты, наверное, настоящий я. Как дела, Джеки Коэн? Сейчас кому-то будет больно. Что? 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 А где ж его голова? Там, где солнце никогда не светит. Что там собирается делать? Я пытаюсь с ним поговорить. А он мою голову засовывает мне же в тухи. Немедленное присутствие отца Николаса под страхом смерти требуется в офисе кардиналов для ознакомления с... ...важными новостями. Спасибо. Они все пришли посмотреть на традиционный трюк папы на день рождения. О, нет. Он же не будет снова перепрыгивать на мотоцикле через сто священников. Ну, после прошлогодней мясорубки вряд ли. Так, а теперь, мистер Непобедимый, ваше святейшество, давайте улыбнемся пошире. Иван Непобедимый никогда не улыбается. И папа тоже. Очень хорошо. Сейчас вылетит птичка. Иван не видит никакой птички. Ну, если бы вы сняли маску... Иван Непобедимый никогда не снимает маску. Очень хорошо. Скажите, сыр. Сыр! Ёлки-палки, чёрт, а сыр! Если вы хотите, чтобы вас считали серьёзным рестлером, вам нужно рестлерское имя. С каким животным вы себя ассоциируете? С пингвином? Узрите, занервничники, ибо я Николас Бэйк! Так. Ага. Ничего страшного. Будем снимать выше пояса. Купи зерно, продай золото, продай уголь, купи нефть, продай ядерное оружие. Что значит кому? Деньги у них есть? Вот им и продай. Алло. На этику у меня времени нет. Его святительство Папа сегодня оказался в западне под многотонным обвалом в Папском городке. Ни один британец в трагедии не пострадал. А теперь о погоде. Ужасный трагический инцидент произошёл с Папой в Папском городке. То, извините. А, ну надо же. Если Папа погиб, что произойти? Мы будем посмотреть, как он реинкарнироваться. Сидеть, чёрт, раздери! Сидеть! От свиньи! Вот злобный мой! Бери след! Чёрт тебя, бери, псина! Искать! Кому было сказано, а? Папская часовня со вспышкой. Я снимать! Для проведения обряда изгнания демона крайне важен помощник. В былые времена из-за повышенной опасности обрядов помощники брали дураков. Многие гибли. Так, окей, понеслась. Игроки нападения вообще-то должны только поддерживать наше главное оружие. Это какое? У нас очень хороший вратарь. Боддисты — грозный соперник, известный тем, что рвёт противников на части с сочувствием. Вы наверняка находитесь под сильным давлением. Что собираетесь делать? У нас очень хороший вратарь. Если я буду притворяться мужчиной, будучи женщиной, разве это не мошенничество? Вовсе нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! В футболе полно игроков женщин. Все они переодеваются мужчинами. Ну, например, Дэвид Бэхэм. Он из таких. Здорово! Первый раз о ней слышу. Финальные натужные ноты буддистского национального гимна. Тебе надо поаккуратнее. У тебя же нарушение сердечного ритма. О, да. Очень сильные нарушения. Чувствуете? О, я! Очень сильные! Очень. Эй, здравя, ко мне твоя форма нравится. Я служу в 60-й гвардии. Я всегда должен быть бедительен и стоять! Тебе тут понравится, мама. Это шепчущее полотно святого Донни. Говорят, если очень внимательно прислушаться, иногда можно услышать очень слабое эхо своих самых потаенных желаний. Глотай! Приказываю глотать! О, сержант. Туристы-опарыши! Никто не сможет устоять перед невероятной мощью электропапы! Ай-ай-ай-ай! Моё изобретение. Я назвал его концентратором изобретателя. Включите, пожалуйста. Как же он работает? Концентрация изобретателя стимулируется лёгким похлопыванием по голове каждые 10 секунд. Ау-ау! Ай! Да! Извините! Небольшие! Ой! Технические! Неболадки! Ну всё, Рихтор, сейчас я тебе дам. И ваша мама тоже самое говорила, я слышала. Довольна! Привет, блевоможный кардинал! Преклонись перед мощью электропапы! Хвосты! Покупайте прикольные резиновые хвосты! Видал? У монаха иммунитет к электричеству. Да, так и есть. Узри! Хвост даёт проводимость. Вы поняли? Ношение хвоста ослабляет удары током. Всем покупайте! Покупайте! Я люблю его! Тогда я должен просить обратить взор до небеса в поисках знака Божьего. Но... Смотрите до небеса. Но... Тебе надлежит прекратить встречаться с сержантом Рихтером. Подпись в Бог. О! Знак! Знак Божий! Написанный синим мелком. Неисповедимо, письмо Господне. Я не могу больше встречаться с тобой. А почему? Точно не знаю. Но, по-моему, так велел Господь. Ну, ещё один разочек. Я... Я... Не должна? Не должна? Мне не стоит. Эта поза называется швейцарский матер-хорум. Я мог бы... Я мог бы стать донтистом. Сверлил бы зубы со свистом. Я мог бы стать банкиром бешеным. До пенсии уравновешенным. Я мог бы стать христианином. Образцовым христианином. Я могу петь в рок-группе или оттягиваться в мурге на трупе. Но я твёрдо знаю одно. Твёрдо знаю одно. Быть священником мне суждено. Возьму крест, накину рясу. Вы ещё не видели такого Атасу. Тест на чистоту помыслов мы прошли. А теперь... Тест на богоподобие. Сержант Рихтер? Я! Павляй команде! Молитву начали! Най! Тош! Молись! Мэрилин Мэнсон. Сатанист. Атриист. Господи, уже прошёл сатаниста. Я приготовила вкуснейшее традиционное ирландское блюдо. Картошка, вываренная со старыми трусами 24 часа. Придётся искать механика за пределами фабского городка. А, за пределами? Туда нельзя. Атмосфера там состоит из ядовитого томатного супа. И там нет людей. Только огромные огнедышащие осьминоги со здоровенными зубами. Мария, вы, похоже, не часто бывали за пределами фабского городка. Я никогда не была снаружи, поэтому я до сих пор жива. Следуйте своим женским инстинктам. О, я знаю. За 20 долларов сделаю тебе хорошо. А за 30 ты просто рехнёшься. Ведите себя так, будто вы моя жена. А, да, да. Но раз ты мой муж, десятка за всё. Так, а это Клайв. А, не надо. Прошу вас, отец, умоляю. Окей, так, расслабься. И ещё раз. А, нет, прошу вас, пожалуйста, отец, умоляю. Хорошая девочка. И ещё раз. А, нет, нет. И храбрая девочка. И вуаля. С использованием испытанной и проверенной методики частичного взаимодействия, паукофобия Анны полностью исцелена. Что такое? Мой же. Момент. Рочестерский задом наперёд отрезал жертвам ноги, а потом пришивал коленями назад и заставлял ходить по своему подземелью, распевая песню Даяны Росс, А ты знаешь, куда идёшь? А откуда мне знать, что ты не серийный убийца? Э? Неоткуда? Тебе наверняка велел сюда прийти страшный хриплый голос психа, да? Да, ваше святейшество. Ваш голос. По телефону. Только что. О да. Заходи. Сержант, серийные убийцы повсюду. Смотри. Вот тут всё показано. Не бойтесь, ваше святейшество. Я буду вас защищать. Откуда ты знаешь, кто серийный убийца? Рыбак рыбака. Вот это штурмовая финтовка. Ведьма из Кадарис. Нужно выстрелить подозреваемую в колдунсе. Если умрёт, она невиновна. Если выживет, за чья? Лошадей ведут на старт. У ограды лошадь мусульман, дружбан Аллаха. Слева от него лошадь евреев. Так и уже это лошадь. Лошадь язычников, лучшись в зенит, прикольная фея. И лошадь буддистов, раньше я был осой. И, наконец, наш восхитительный участник, небесный скакун. О, ничего себе. Какое крепкое животное. Жакей буддистов не пользуется уздечкой, предпочитая гнуснейшую альтернативу перемещения разума из зен. Не забудь, завтра прямой эфир из сомалийского лагеря беженцев. И не напоминай. На их фоне я буду казаться такой толстый. Интересный денёк, как хочется жить. Простите, моя любовь моя. Ты полицейский? Нет. Я в клинике? Нет. Тогда всё клёво. Бэт, детка, нехорошо ябедничать. Хорошо. Ябедая топора каждой семьи. Продолжай ябедничать в солнышках. У папы есть журнал с голыми тётями. Вот засранка. Почему я должен ходить в школу для психов? Добро. Себа школа вовсе не для психов. Она для патологических писачеков. Средняя школа Холмистой долины. Соревнования по борьбе. Гомоэротические развлечения для всей семьи. Привет, это Голограмма. Меня сейчас нет дома. Приходите в другой раз. Голограмма? Ура, мы спасли наш домик! Ура, мы спасли наш домик! Не смогла удержаться. Поднять решётки! Мам, ну я же выпил все лекарства. Майло, прошлой ночью ты до рассвета пытался сделать обрезание муравьям. Мам, это не безумие, это вопрос гигиены. Майло сегодня подозрительно спокоен, и я не стала класть нему медвежонка с флороформом. Давай-ка измерим температуру, малыш. Скажи «а». Итак, ты немножко напряжён. Не больше обычного. Смотрите. Он всё съел. Может, ему уже лучше? Да, дай ему ещё. Эльга. А что? Я ел то же самое и на завтрак. Хронических трахлящих ног. Будет вас любить до смерти. Какое очаровательное животное. Бедняжка, как будто никогда раньше женщин не видел. Бомбер готов. Зачем у него сомбреро на бобра? Ну что, понял теперь? Проносите феску и нового бобра. Наконец-то мы увидели чудо. Я говорил, он гуэмик. Дети из долины надругались над его нежной душой и уничтожили беззащитно-рабовладельческий корабль, а также всех пасмассовых негритосов. Вы хотели сказать это про американцев? Заткнись, обсосок! Он как наркош из школы. Обкуренный Ленни. Да, конченый тип порой, инструменты, не ест. Весь плотный, трясётся. Глазим его на выходные. Конечно, он славный. Хочешь, пойдём в гостиной, посмотрим телек? Я не могу протиснуть скула с тех пор, как стала женщиной. Пушок! Мой бедный котёночек! Интересно, сок в костях ещё есть? Так, мой сынок плотно сидит на опиуме, уходит по ночам, крадёт мои инструменты, наверное, строит наркопритон с байкерами. Боб, ты поддался паранойи миссис Хаббард. Майло – хороший мальчик, а Монгелы – мои друзья. Неужели родители бросили её? Я пытаюсь найти их через интернет, но меня отвлекает порно. Привет, Хельгам! Меня прислал Майло. Он рассказал мой секрет! Амсидо джерп из Диабло Десперио! Если я не вовремя... Майло дошёл до ручки. Как же он мог стать рабом этой пагубной привычки, господи? Не стрелять! Или я его опять поцелую! Она не блефует, у неё губы как акулия кожа. Нет, не арестовывайте её! Её бросили родители! Ей нужна любовь! Ей нужно жрать салаты! Что с тобой, детка? У меня белая горячка. Майло, это мамина болезнь. Тебя отшлёпать, как вчера! Мам, это был не я, а папа. Несу и свой нос! Вашему вниманию предлагается полоте для коктейля из листьев эвкалипта. Иди, кола, кола! Ай, больно? И вновь с вами вельва-двоительница. Твой оргазм мой! Мой! Мы должны спасти птицку от яйценосного. У меня есть мой конь Фаллопиус и ладья-матка. Но мы не знаем, заточил её на её банальный замок или держит в прямокишечном лесу. Их можно подарить на Рождество, Хануку или использовать для самоудовлетворения. Ты меняешь мой радиус наклона! А теперь ты в моей кардиозоне. Мне начинает нравиться! Все сюда пить дорогущую сладкую воду, похожую на мочу, вкус говно. Загадай желание. Чтоб я сдох. Не говори в слов, желание не сбудется. У меня будет красавец муж и симпатичные дети. Нет. Но ты не смотрела на мою ладонь. Мне не нужно. Это доказывает, что я происхожу по прямой линии одолушки. Но разве Золушка не сказочный персонаж? Сам вы сказочный персонаж! Мы пойдём к изгоям, уродам, дегенератам и хлюпикам, к олегам и тупицам! Да! И убьём их! Нет, нет, нам нужны голоса. Дальше. Голосовать хорошо? Убивать плохо. Нет! Нет! Я не хочу ехать в долину! Эта машина сделана в Америке. От неё воняет бедностью! Дебби говорит, что она узнала о Дебби, будто Дебби сказала, что любит Дебби больше, чем Дебби. Не может быть! Дебби, ты не можешь сделать это! Могу! Не сможешь! Я же говорил, мы уже пробовали. Я умею заботиться о детях. Эй, Бет, до встречи на воле. Закройся, чмо! Слава богу! Я тут так давно потерялся, что новенького на Большой Земле расскажите, а? Ничего особенного. Педиков теперь называют голубыми. О, безумцы, безумцы! Офицеры, арестуйте эту женщину, она очень плохая, мать, и платье у неё дурацкое! Это, говорит, белая женщина с Библией в руках? Надо прислушаться. Ну, шериф... Извините, мисс Аблонг, это моя работа. Взять её! Рассвет этого общества пришёлся на годы войны, когда мужчины гибли где-то за границей. В отсутствие мужчин Беатрис и её юные амазонки занялись домашним хозяйством и взаимопомощью. Увы, война окончилась, и вернулись мужчины. За мной! Двойной темп! Вперёд! Самый есть интимный акт – это свадебный контракт. Не бойтесь, девочки, мы уже далеко от дикой природы. Извращенец! Вот, бери все деньги, только не насилуй! Спасибо, мэм. Зря вы боялись. Я голубой. Ви-и-и! Ви-и-и! Бать, что, мне нельзя хоть немного развеяться? Дай сюда, я покажу тебе, как правильно крутить обрыч. Не кради у меня мужа! Я? Я замужем за Болгом! Это я замужем за Болгом! Ты, чёрта с два! Сейчас получишь! Не надо! У нас с Бобом всё наперекосяк. С тех пор, как мы перестали трахаться. А я вообще не трахаюсь наперекосяк. Может, посоветишь что-нибудь о браке? Да. Не позволяй стриптизёрши топтать свою елду. Елда опишется через я? Мистер Аблок, чтобы не возбуждать дело против глобаса, и мы решили предложить вам очень большой чек. Всего на 20 долларов. Зато какой большой. Да, у нас полно дел. Например, болтаться по заброшенному карьеру с друзьями. Точно, и цеплять карьеристок. Мальчики, поздрослеться — это значит научиться думать о других, а не только о себе. И о шлюхах. Ты чё спят, дел? Я не могу вынести в портфеле 80 кусков. Это привлечёт внимание. Сэр, вы же носите мексиканскую боевую маску. Деньги оставишь в условленном месте, а сейчас ударим меня похлюшкой от гольфа. Гораздо больнее, чем я думал. Начинаем с 30 долларов. Что он говорит? Не знаю, я спрошу. Продано за 50 долларов 25 центов. Что значит «продано»? Там моя взятка, заработанная бодром и кровью. Да я тебя в порошок сотру. Вы что, не собираетесь меня бить? Как это я ж тебя бью? Нет, вы топайте ногой и нежно щекочите меня по носу своим мягким рукавчиком. Это приятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова